вот и настал ключевой день строили строили построили часть будем ломать распечатаем этот наш утеплитель а какая скорость нашего спутникового интернета принимаю заявки на котят отменить привет сейчас обед и обеденное время уже покушали хорошо и присел чуть передохнуть отдыхать можно развлекаясь в казино вулкан можно найти очень много игрушек и сегодня мы попробуем мега джокер здесь за 15 минут можно выиграть целое состояние посмотрим надеюсь мне в этот раз повезет удачи мне привет и снова мы с вами и как видите кто у нас в гостях как обычно я виктор виктор в гостях и сегодня у нас не пятница а суббота виктор к нам приезжает по субботам а что пятницу происходит кэшбэри прошла еще неделя и пора смотреть сколько денег получилось на кэшбэри сейчас увидим как видим за эту неделю у меня 7800 рублей 7 800 это очень неплохо так что выводим средства деньги я заказал значит они будут где-то во вторник так что все нормально продолжаем стройку ну а что неправда но я же правду рассказывая сегодня зуббота ты по субботам к нам приезжаешь вот и его по субботам строим его по воскресеньям а теперь что делаем а мы так вот я же ты ты я же ничего не досказал значит мы строили строили и наконец-то как говорится он построили ну построили такого чисто кладка чисто стены естественно тут дальше ремонт еще работы вот так непочатый край полы еще надо будет делать ну и всего остального но строили строили построили и тут появилась новая идея и теперь будем все это дело не все это дело а часть будем ломать потому что у нас очень сильно изменился проект изначально как мы думали мы вообще тот домик старый не собирались ничего переделывать только крышу перекрыть и металлочерепицей ничего дальше окна мы уже поставили маленький те и думали а так она останется тут мы тоже думали полтора этажа и крыша тоже скатная было бы и все было так потом проект очень сильно изменился ближе к теме стала крыша плоская теперь мы старом доме поднимаем стены потолки снимаем крышу и делаем тоже плоскую и вот здесь это у нас окно на кухню теперь ты его решил и теперь мы решили и подвинуть уже все одобрили да и оказалось что нам не понравилась эта ширина которая была заложена изначально в проекте но она уже была построена и теперь мы это окно расширяем почти в два раза вот до этой поры вот такое у нас будет широкое тоже окно если делаем панорамные окна везде кстати в старом доме тоже будет панорамное окно я вам еще не рассказывал но я вам покажу потом вот на втором этаже в спальне панорамные вы видели его здесь она тоже будет аж вот так в два раза шире и что нам получается надо делать нам надо вот это вывалить а если мы это вывалим все на хрен а что получится у меня балка перекрытия бетонная вот тут залито и она заходит только вот так то есть держит только вот это все а мне надо вывалить аж аж сюда двойная ширина а вы видите что тут стоит и мы сейчас этим занимаемся то есть мы сейчас будем делать сюда ставить уголок уголок очень серьезный который выдержит виктор уже пересчитал все проанализировал и пересчитал я говорю я уже посмотрел чисто и тоже считал кое-что он пересчитывает не верит блин если я вот это вывалю все это на хрена так упадет надо поддерживать значит будет уголок аж сюда и будет еще на полметра вот он куда будет заходить окно будет здесь и так самую ту сторону вот сейчас покажу металл который мне сюда уже помогли снести ребята вот он эти остальные балки это балку вот на старый дом там пролет более пяти метров почему вот такие балки иначе прогиб мир потолок бы тогда вот так играл на плоской крыше поэтому и сюда хотя тут пролет у меня на пристройки и меньше ну я уже чтобы не плодить номенклатуры заказал одинаковые тут у меня где-то три метра получается а тут больше пяти это я отвлекся и вот конкретный уголок вот можете видеть какой он серьезный а их будет два с наружной стороны и с внутренней вот такие его ширина 100 миллиметров а толщина 8 выдерживает громадную нагрузку но мне такое нагрузки как бы не надо а вот ширину уголка надо а это стандарт а мне почему надо не менее 100 миллиметров шириной потому что сейчас еще покажу кто не видел вот видите стык это у меня газобетон и точно такой же размер здесь тоже газобетона и вот внутри бетонная перемычка если уголок возьму ниже то есть меньше не 100 а вот так или и так то меня перемычка тот край освободиться она упадет на хрен мне надо уголок который бы держал саму эту бетонную перемычку так само с этой стороны то есть у меня 10 здесь 10 здесь и 10 только не держится то есть у меня перемычка будет держаться на этих мощных уголках которые выдержат десятикратную нагрузку и сейчас мы будем делать паз вот разметили вот отсюда нужно сделать паз и аж 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 естественно вот вот сюда в этот паз он будет запасом потом заполнится бетонным раствором цемент и песок один к двум щебенки естественно там не будет и потом туда за вдавится забьется вот тот уголок после того когда она застынет все это дело вот эту часть я всю вывалю можно сказать ну все остальное разберешь или разберу как получится не знаю она что ты ка вот как ты этот кирпич отсюда аккуратно разберешь ты и не вытянешь ее только надо ломать ну бетон газоблоки ломаются не так сложно так что мы можем пропилить и потом все это дело выломать возникла проблема сейчас покажу кстати чем проблема значит мне надо сделать паз газоблоках на глубину в 100 миллиметров чтоб туда сел этот уголок 100 миллиметров у меня была рачка маленькая круги там ну вот такие круги этот произносился конечно он чуть больше был но круги вот такие и у него оборотов 12000 минуту естественно чем меньше меньше круг тем больше оборотов значит но этот круг глубину может прорезать потому что круг а вот еще сама это ну насколько на 2 на 3 сантиметра а мне надо 10 ну я купил вот круги это круги для бы больших болгарок но нагрузка это же мне не металл и резать не там не знаю какой-то не гранит ничего газоблок он гвоздем царапается я спокойно порезал но чем проблема и он как раз садится сюда него одинаковый ник размер посадочные все нормально то есть я могу посадить запустить и потихоньку все это дело как бы этот сделал паз и глубина позволяет уже но что оказывается здесь вот если видно 6600 оборотов это рекомендуемая либо максимальные обороты а тут 12000 этот круг может не выдержать центробежных на друг грузок и на хрен разлетится и никакие очки ничего не поможет это может повредить понятно все и что и вот это когда я вот это покупал да он стоит 49 гривен 60 не те деньги как говорится пригодится этот круг но смысл том что ставить на эту болгарку его нельзя если бы у болгарки были бы регулируемые обороты я поставил и спокойно пропилил думали как закрепить его на дрель дрель имеет меньше обороты но естественно переходника чтобы это закрепить у нас нету и вот возникла проблема как сделать этот паз ничего другого не остается как сверлить а сверлиться без вопросов мы сверлим вот ну победитовое сверло хотя газоблоки сверлиться любым сверлом да вот вот кстати мы проверили видите получается отличный паз вот сверлятся дырочки там с расстоянием 3 сантиметра или 5 без разницы а потом они вот так наклоном этого сверла получается паз и вот мы сейчас будем вот здесь как раз вот сверлить эти дырочки и потом наклоном мы сделаем этот паз когда я режу там паз а вот интересно чем виктор занимается а что ты делаешь управляюсь что это делаешь для подачи балки какой балки балки уже все наверху волка вот так объясни вот уже паз видите прорезан который будет вставляться уголок для поддержки это пока с одной стороны потом еще бой с другой стороны пока слава богу ничего никуда не упала вот тут мне еще осталось а вот ведь а смотрите что делает вон вот такие подставки делает ну расскажешь и для чего для того чтобы закрепить положить вот тут сверху когда я сделаю полностью паз чтобы потом положить временно уголок мы его поднимем он довольно тяжелый вот поднимем соответственно в этом надо закрепить временно вот здесь он так будет да а потом мы когда туда бетонный раствор запхнем вот в этот паз будем его забивать бетонные излишки выдавится и он будет как говорится монолит это как будет даже арматура и потом вот эту часть со спокойной душой я вот так выпилю и у нас будет вот такое широкое окно до широкая узкая 230 начала 32 30 делаем окно потом говорим давайте мы это окно сдвинем на пол да ну так я же сказал построю строили строили а теперь будем ломать блин а вот это уже начинается ломать потому что проект уже неоднократно менялся и он поменялся радикально потому что вместо стойки той крыши стала плоская уже говорили уголок килограмм 60-65 суммы вдвоем с виктором его не подымем просто для работы естественно мы в руках не будем держать его надо как бы чуть-чуть застраховать положить ты лучше то что ты шо у тебя за инструмент ты лучше не нашел вы а вот скажи мне что в эту щель может влезть кроме как зубная щетка мне надо щеткой под потому когда этот паз я сделал там скопилось столько пыли и прежде чем туда закладывать бетон эту всю пыль надо чем-то оттуда убрать просто палочку и она же не убирается полностью надо щетку одеть такую щетку найти вот надо компрессор коля так а где у меня а у меня есть компрессор ну так а чего ты давай блин у меня есть компрессор можно подключить я сейчас тебе дам кстати я буду пока щетку я ты компрессором сейчас займись я тебе сейчас аккумулятор дам это с лексуса до дохленьки которые сняли поменяли уже год назад вот ну для компрессора его хватит потому что чтобы заводить лексус там аккумуляторы 55 ампер часов или 60 не хватает нам серьезный аккумулятор он уже этот прослужил вот у нас сейчас сейчас я дам вот он какой заряженный не заряженный я его просто поставил думаю пригодится плюсовую крему замотал чтобы никто не закоротили у меня есть компрессор вот он компрессор на кстати дальше разбирайся я пошел ты посмотри он даже в чехле в него сумка есть такой компрессор настрой так я показывал в своих влогах этот компрессор 10 атмосфер дает вот крутой компрессор так что ну сейчас его привод на разбирайся и если что мы сейчас тут давление очень серьезно 10 атмосфер уже на следующий день наконец-то поставили мы этот массивнейший уголок он эту сторону уже домазал видите сейчас это чуть до замазывает записывает в челе через пару дней можно будет вторую сторону точно также делать сейчас распечатаем этот наш утеплитель посмотрим вот он какой техно техно никол какой-то никол или найкл велика правильно открывай ну это мягенький это не твердый он будет у нас не сверху чтобы по нему ходить вот такие они нежные нежные вот они ну все каменная вата называется минеральная главное что не стекло ватной стекло и невозможно было это все колется чешется это минеральная но меня не горит проверим ну проверим проверим давай проверим не горит не пенопласт а то пенопласту кожух и всего она может плавиться но не горит не при такой температуре не будет плавится абсолютно отлично меня многие спрашивают какая скорость нашего спутникового интернета чтобы я показал что и как ну вот сейчас прямо запущу тестирование вот хороший спид тесты укртелеком но вот я сейчас поближе покажу запускаю старт и смотрим вот пошел download видите какая скорость значит скорость у меня заявленная которую за которую я плачу это download 15 мегабит в секунду реально видите 16 и 3 вот смотрим какой пинг а пинг видите какой большой почти секунда 950 миллисекунд ну вот пинг почти секунда как я говорил и вот пошло оплат видите восьмерочка даже больше заявленная у меня 5 у меня на прием 15 а на передачу 5 реально мне дают даже больше так что этот оператор очень хороший но то вывели мими немножко погулять и как видите опять на привязи значит мы мы ее отпускали вот она гуляла тут сама потом под вечер приходила ну бывало что на следующий день аж на утро и один раз нету на следующее утро тоже нету через два дня ее тоже нету надеялись что где-то не знаю блудила не блудила три дня проходит тоже нету нету неделя прошла уже начали подумывать что она пропала нету и все а тем более стояла жала жара до 38 градусов если я куда-то у поля пошла ладно без еды а без воды как такую же жару куда-то в тень спряталась накопить то нечего и потом уже более 2 с половиной недель где-то пришло прошло и она днем явилась грязная такая пугливая я уже не уже не думал думал где-то чужой кот мими мими она отбежала и смотрит я ей кушать тут котлетка было это все приманил поладил прямо них тоже не ожидал где-то блудная котыня гуляла ну и уже так что и насколько мы посмотрели она похожа беременная пришла он там животик кругленький гуляла две недели и нагуляла похоже и что теперь делать приведет и что мы с этими котятами будем делать так что принимаю заявки на котят от мими кот когда разве разродиться покажу и от отдадим хорошие руки как говорится и теперь она у нас уже не пойдет гулять сама будет только на привязи а